СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНИ СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНИ Уже сегодня эти томаты отправятся в разные города страны. Их ждут и в северной столице, и на Урале, и в соседних регионах. А у нас есть возможность не только попробовать свежие овощи, но и посмотреть, как их выращивают. Роман Ковальский, генеральный директор агрокомплекса «Волга», обещает провести для нас уникальную экскурсию. Отправляйтесь вместе с нами. СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНИ За окном еще лежит снег, а здесь настоящий летний огород. Вот уже месяц идет сбор урожая томатов. Чудо? Почти. Новейшие аграрные технологии. Ведь созревают плоды в самых современных ресурсосберегающих теплицах. Их построили на месте старых, советских, в рамках инвестпроекта. Готовый объект впечатлил своими возможностями и самих сотрудников, и первых лиц области. У нас был такой проблемный период с октября месяца по февраль. Из-за дефицита солнечной энергии не было возможности выращивать овощную продукцию. У нас был межсезон, не был разрыв. И губернатор поставил задачу, чтобы тоже и в межсезонье мы обеспечивали жителям региона именно местной отечественной продукцией. И все получилось. На Новый год жители могли купить местные огурцы. К 8 марту томаты. Все благодаря уникальной системе досвечивания. Быстрее поспевать овощам при необходимости помогают тысячи светильников. Оборудование для теплиц системы ретродосвечивания. 3216 светильников здесь. 200 ватт на квадратный метр светит. Мы получили как раз в этот период с октября и до Нового года более чем 250 тонн огурца. Томат растет и плодоносит почти весь год. Стебли высокие, под 20 метров. А плоды как с картинки. Два основных сорта. Оригами, так называемый коктейльный томат. Ярко-красные помидоры небольшого размера. Срезают прямо с веточкой. Гибрид форенза. Крупные наливные плоды. Вес одного больше 200 граммов. Поэтому, если на одной кисти завязалось больше 4-5 штук, ставят специальную клипсу защиту. Иначе растение может сломаться. Тщательно следят здесь и за питанием саженцев. А можно посмотреть грунт? Это вот кокосовая щепа у нас везде на предприятии. Малобиум технологий выращивания. Это вот опилки кокоса. В них доступ к кислороду к корням. И развивается нормальная корневая система. То есть они хорошо дренируют, сохраняют влагу. А все, что необходимо растению для роста, подается в растворе капельным поливом. Кстати, очень распространенное мнение есть среди людей, что если овощи выращены в теплице, значит, их напичкали нитратами, какими-то там специальными удобрениями, чтобы был такой большой урожай. Оно может быть правда у нерадивого хозяина, у тех недобросовестных товаропроизводителей. Особенно вот я был за рубежом и видел, как производят, допустим, в Турции продукцию. То есть у них там есть определенные сложности, ведут то, что более теплый климат. Большее количество вредителей они вынуждены каждую неделю, даже по несколько раз проводить химические обработки. У нас, мы видим сейчас на улице зима, на улице вредителей нет. А внутри теплицы мы справляемся биологическим методом защиты. У нас своя биолаборатория. И в биолаборатории выращивают три вида энтомофагов. Они борются с вредителями, не нанося при этом вред растениям. Продукция экологически чистая. В агрохимической лаборатории проводится анализ на остаточное количество нитратов. Проверяется каждый сбор урожая. Безусловно, это важно. Товар тоже сертифицирован. Мы работаем с сетями, то есть везде действительно затребуют сертификаты качества. Регулярно проводятся анализы. Мы за качество отвечаем. Руководители предприятия стараются не причинить ущерб и окружающей среде. Что немаловажно, в прошлый год у нас был год экологии. Питательный раствор, который вытекает, дренаж лишний, он по этим же лобам попадает в узел ирригации, где ощущается, зафиксируется, опять подается на палив. Это позволяет экономить нам удобрение и экономить воду. Чтобы обеспечить уход за растениями, используют передвижные тележки. С помощью катушек приспускают стебли. Уровень света в помещении регулируют с помощью зашторивания. Система управления микроклиматом электронная. Система довольно-таки сложная, но очень интересная. На этих мониторах показаны все графики, температурные режимы, поливы. То есть все работает в автоматическом режиме. В случае какой-то аварии на поливе или на каком-то контуре на отопление, сразу срабатывает сирена, на которую реагирует дежурный оператор. А какие могут случиться аварии? Ну, например, забилась трубка полива. Вы уже видели, там на гектаре у нас на каждому корешку идет отдельная микротрубка. А она идет, если она забилась, заданный параметр агронома не выдержан, то есть вылилось меньше миллилитров воды на один куст, то срабатывает сразу авария. Главный инженер Олег Казаков показывает нам, как выглядит зона ирригации. Здесь начинается процесс подкормки растений. С левой стороны у нас показано это, миксеры, которые преподавляют растворы. Потом оно происходит, проходит в данные баки, бак чистого дренажа. Бак чистого дренажа. То есть туда поступает дренаж, который собирается после поливок с растений. Поступает в общую емкость внутреннюю, потом насосным оборудованием приходит сюда. Проходит часть, проходит очистки этого дренажа, дезинфекция происходит дренажа. И потом смешивается с чистой водой, которая вода подается в миксер. Миксер у нас тоже запрограммирован. Агроном приходит, заправляет его. Теперь сложно поверить, но когда в 2012-м Роман Ковальский занял пост генерального директора, тепличный комбинат с 30-летней историей находился на грани банкротства. Долги, стопроцентный износ конструкций, низкая урожайность. Но человек, увлеченный и разбирающийся во всех тонкостях производства, начал строить его по-новому и подарил вторую жизнь. За эти годы нам удалось провести определенные шаги, сделать, провести модернизацию. На тот момент площадь теплиц составляла 12 гектар, сегодня у нас 18 гектаров. Из них 6 гектаров современных теплиц. Мы реализовали три очереди инвестиционных проектов по строительству вот этих вот современных ресурсосберегающих теплиц. Общий объем инвестиций у нас составил более 400 миллионов рублей. Привлекали кредитные ресурсы, два кредита уже погашены. Дополнительно было создано более 70 рабочих мест. Помимо этого, это позволило нам в 2,5 раза увеличить объем производимой продукции. Поскольку эти теплицы, благодаря всем оптимальному микроклимату, урожайность на старых теплицах получали 40 килограмм с квадратного метра, то на новых теплицах, вот на этих мы получали в прошлом году 53 килограмма, а система электродосвечки можно получать 100 и выше килограммов. То есть вот он тот запас прочности, то есть увеличение урожайности за счет применения этих современных технологий. В старых теплицах, которые постепенно реконструируют, в основном выращивают огурцы. Сегодня как раз сбор урожая. Плоды должны быть идеального размера. Это сорт отечественной селекции «Атлет». На самом деле огурчики прям красивые, как с картинки, тоже все экологически чистые. Все экологически чистые. Жанна, хотите попробовать? Я вам даже сорву, дам попробовать. О, спасибо. Как можно было отказаться? Сладкие, как с дачной грядки. Опыляются пчелами. Пчела карпатской породы. Трудолюбивая, миролюбивая пчела. Для полноценного опыления пчела должна посетить 8-10 раз каждый цветок, каждый растение. С огурцами и томатами соседствуют и другие овощи, и даже ягоды. В теплицах уже созрели дыни, болгарские перцы, баклажаны, поспевают арбузы. А на территории агрокомплекса, посмотрите, какая она огромная, вот уже несколько лет разбит яблоневый сад. Это еще одна большая идея, которую воплотил в жизнь Роман Ковальский. За последние 4 года мы заложили 120 гектаров яблоневого сада интенсивного типа. В прошлом году мы также этот сад оборудовали системой капельного полива, чтобы выйти на ту плану урожая, с которой мы ставим перед собой задачу. Это 30 тонн с одного гектара. Вообще все саженцы у нас районированные. Это такие сорта, как беркутовка, северный сенап, кортон, лоба, ханикрисп. То есть это зимние сорта. В прошлом году этот порядка 40 тонн мы уже получили, вот, сохранили. И выкупали прекрасные яблоки. Так что всех приглашаем летом в наш сад. А пока здесь гостят садоводы из Краснодарского края. А если быть точнее, работают. Готовят деревья к лету. Мы сейчас дерево раскрываем, вытягиваем проводничок, вот он, чтобы дерево интенсивнее давало урожай. Динамику роста, то бишь, дерево определяет, понимаете? Ну, бишь, убираем все ненужные пенечки, вот сейчас, наверное, как приятно, для вас оставили. Толстые ветки, которые, называю их крылососками, по-простому, конечно, а так это конкуренция дереву. Обрезаем толстые веточки, раскладываем. Где-то, если длина ветки превышает, там, 40 сантиметров, мы ее немного укорачиваем. Форма немножко неэстетична, но что сделаешь? Мы ее пока корректируем, растим. Сейчас зацветут, зазеленят. О, она вот красота вообще, что вы, это будет очень красиво. Опытный садовод Елена Шабалина с большим интересом изучает особенности волжского климата. По сравнению с южным он, конечно, суровый. Плодовые деревья сложнее проходят период адаптации. Но яблоки у нас хорошие. Яблоки хорошие у вас. Ну, они у вас закаленные, с плотной корочкой. Витамина, значит, больше. Чем плотнее корочка, тем витамин в яблоке больше сохраняется. А чтобы яблоки могли хорошо пролежать всю зиму, теперь есть и специальное плодохранилище. Самая современная вместимость до 3000 тонн готовой продукции. Но чтобы оценить масштаб сооружения, нужно, конечно, попасть внутрь. Это у нас комплектующий контейнеров. Здесь мы производим сборку. Ну, впоследствии здесь, конечно, будет находиться контейнер уже с яблоком. Высота будет практически под потолок? Да, высота под потолок. В высоту будут стоять 10 ящиков. Восемь холодильных камер. Возможность круглый год поставлять на рынок местные экологически чистые яблоки. А те, которые не попадут на прилавок, уйдут на переработку. Совсем скоро, когда завезут оборудование, это помещение станет цехом по изготовлению натурального сока, в том числе и прямого отжима, а также морсов и джема. Кстати, все это будет не только яблочным. В ход пойдет собственная малина и виноград. Когда мы реализовали проект по строительству реконструкции теплиц, у нас осталась труба. Я так посчитал, что сдавать на металлолом это, наверное, непозволительно. Решили все применить в хозяйстве. Мы ее использовали как раз награждение сада. И использовали в качестве столбиков для шпалера, как раз для выращивания винограда. То есть все в деле, все в хозяйстве должно пригодиться. Примерно так же. Здесь пять лет назад начали развивать и новое для себя направление аквакультуру. Сначала построили резервный пруд на случай, если лето выдастся засушливым. А потом подумали, почему бы не выращивать здесь рыбу. Построили первых четыре садка для ситровых пород. Здесь у нас находится в одном садке тысяча мальков. Тысяча здесь? Да, здесь тысяча мальков в одном садке. А так теперь выглядят подросшие рыбки. Вот. Сейчас в руки возьму вот эту. Какая большая. Вот ему уже пять лет. Вот этому. Опускаю. То есть это те маленькие рыбки? Это те, которые были. Которых мы снимали, да? Да, совершенно верно. Вот они уже подросли у нас. И садков уже не четыре, а двадцать. В этом году планируют оборудовать еще десять. Рыба прекрасно себя чувствует. Хорошо набирает вес. Через пару лет от этих красавиц ждут икру. Когда вызовет икра, будем думать, может быть, о размножении. Сейчас вариант вынашим. Считаем, прикидываем установки для инкубации икры, чтобы своего малька получать. А вообще в пруду теперь обитают рыбы разных пород. Карп, белый амур, толстолобик, веслоносый осетр. Еще одно из направлений получило развитие на нашем предприятии – это аквакультура. Как раз вот когда ввели санкции в отношении страны продовольствия эмбарго. Возник дефицит не только по плодово-овощной продукции, но и по рыбной продукции. Занимаемся выращиванием осетровых пород, стерляди, осетры. Если говорить в целом вообще о развитии отрасли, то, что за последние пять лет аграрная отрасль сделала мощный рывок вперед, это, безусловно, и грамотная аграрная политика, которая была выставлена, поддержка страны государства, мощная поддержка, был принят ряд программ, и программа развития сельского хозяйства, программа устойчивого развития сельских территорий, и это способствовало развитию отрасли. И агрокомплекс «Волга» яркий тому пример. Современное предприятие, которое на сегодняшний день является одним из основных поставщиков овощей для жителей Саратовской области и других регионов страны. Огромный штат сотрудников, почти 400 человек. Здесь каждый год проходят практику студенты, ведется большая научная работа. Продукцию комбината не раз отмечали грамотами и медалями на сельскохозяйственных выставках. И, конечно, успехи предприятия не повод останавливаться на достигнутом. Будем дальше производить реконструкцию старых теплиц, поскольку им уже скоро более 30 лет. Нуждаются тоже в реконструкции, будем их сносить и строить такие же самые современные, более высокопродуктивные теплицы, более высокоурожайные. Поскольку мы с вами прекрасно понимаем, что рано или поздно все торговые ограничения, санкции будут отменены, и нам нужно быть готовыми, что на внутренний рынок зайдет огромное количество импортной продукции. И наша задача сельхозпроизводителей сейчас бороться за покупательские предпочтения, завоевывать рыночные ниши. Вместе, сообщая, вместе с нашими жителями, мы обязательно выполним те задачи, которые перед нами ставит президент, накормим нашу страну, накормим всех наших соседей качественной, экологически чистой и безопасной продукцией. А еще здесь есть не только чем накормить, но и удивить. Территория постепенно превращается в благоустроенный парк. Особенно, говорит директор, здесь красиво летом, все в цветах. Есть зона отдыха, построили православный храм. И, конечно, еще одна гордость – собственный зоопарк. Здесь круглый год живут верблюды, медведь, еноты, лошади, фазаны, даже хищники. Семен, Семен, иди сюда. Семен, смотри, как красавец, а? Вот он, Семен. Самсон по документам. Смотри, как красавец. Он уже взросленький, да, такой? Вот они уже все. Ждем от них потомства. Агротуризм, в котором нашлось место и для африканской экзотики. Дикие кошки – любимцы всех посетителей. А гостей здесь бывает много, особенно в теплое время года. Организуют экскурсии для школьников, студентов, для детей из малообеспеченных семей в рамках социальных проектов. Проводим обзорные экскурсии, показываем производство, теплицы, показываем зверей, сады, рыбы. И так вообще организовываем экскурсии, набираем группы, приезжают и осматривают. Выделяем специалистов, которым рассказывают историю этих животных, откуда они у нас появились. Закреплены люди, которые ухаживают. Такой небольшой оазис недалеко от города Балакова. Пожертвования, которые делаются, конечно, не окупают содержание. Но задача на самом деле и не в этом. Важно показать, что сельское хозяйство сегодня высокотехнологичное производство. И это отрасль, которая стоит того, чтобы ее развивали. А результат он не заставляет себя ждать. Продолжение следует...